МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот саунд, как в бокси-раунд, день без тебя, это нокаут. Бегу за тобой, как бой, скаут, и все проблемы в лето канут. Егор слишком молод, чтобы быть серьезным. 26, а он поет на крыше. Я бываю, в эмоциях таю. Центр Елутеров – скоросгар рабочего дня. Эта песня – хит прошлых лет. Была в ротациях на Тюменском радио, а он был на разогреве у звезд. Исколесил область с выступлениями. Егор Ефимов. В недавнем прошлом – половина мужского дуэта группы «Импровизация». За твою улыбку, тело и душу, я тебя люблю, все сомнения рушу. За твои глаза, руки, ресницы, я отдам все, лишь бы ты приснилась. Музыка – часть бурного прошлого. Сейчас Егор – бизнесмен и дает дорогу другим елутеровским талантам. Его первый проект – большое агентство праздников и единственное в елутеровской студии звукозаписи. Уши срывать от цепи и лети далеко, я не знаю как. Исколки пробок и любви появилась так легко эта музыка. На этой крыше расправили крылья уже многие местные таланты. Диана Лемешко стремительно шагает на местный музыкальный Олимп. Но если бы не поддержка Егора, друга, наставника, помощника, кто знает, как случилась бы ее певческая карьера. С Егором я знакома достаточно давно, потому что у нас город маленький, он трудолюбивый, трудяга, я бы даже сказала, везде все знает. Как можно сказать, шныреныш такой, просто гордый елутеровский. Должны быть такие люди, на самом деле, которым нужно это, которые рвут и мечут, может, которые вот это их стихия, которым не влом это все делать, заниматься. Когда они проводят концерты и праздники, у молодежи появляется возможность выступать. Большое количество местных самородков стали одной большой командой. Вот этот клип про их работу снят недавно. Ночь музеев елутеровский. Только один коллектив из Тюмени, остальные свои. В любой сезон они находят работу. Май, июнь, разгар выпускных. Так его ребята дарят эмоции в одной из школ. Контроль уже не требуется, каждый знает свою роль. Сейчас он все меньше творит, но больше думает, чтобы не останавливаться на достигнутом. А развиваться. Егор усиленно обучает молодежь. Этот скромный павильончик в местном горсаду организовал на лето для троих девчонок. Прибыли для него здесь никакой. Учит молодежь, а зам предпринимательства. Это называется такой вау-эффект в бизнесе. То есть ты должна удивить покупателя. Поэтому такой вау-эффект мы создаем. Можем, к примеру, подуть. Вот, вау-эффект. Он не ждет от них полной отдачи. Но мысль, что эти знания не напрасны, греет душу. Ну, может быть, да, сказывается педагогическое образование. Все-таки я заканчивал Тюменский государственный университет, институт физической культуры. Правда, по специальности управления, но все-таки первая базовая. Вот бакаларет у меня был как раз по педагогике. Поэтому, ну, может быть, в этом. Ну, а в главном, наверное, я считаю, что человек живет тогда и обретает какую-то жизнь, там, если хотите, может, громко звучать это бессмертие, когда он отдает частичку себя. То есть если вот ты здесь и сейчас находишься, только ты, вот он, перед собой, то когда ты даешь знания, то есть, получается, частичка тебя переходит им тоже. И ты становишься, ну, наверное, больше, что ли. Деловые встречи теперь тоже часть его серьезной бизнес-жизни. Но улыбка, то и дело, прорывается сквозь границы официального мероприятия. День предпринимателя для него пока странный праздник. Если бы мне лет пять назад сказали, что я буду предпринимателем, я бы не поверил, потому что изначально как такового желания не было. То есть больше хотелось реализовать себя как профессионал. Там, профессионал в спорте, профессионал там в творчестве, еще где-то. А хотелось реализоваться самому. Но заниматься предпринимательством, в принципе, исключает возможность какого-то отдельного направления, где бы ты развивался. Поэтому нужно выбирать, либо ты будешь работать и реализовывать себя как профессионал, либо ты будешь налаживать производство и уже будешь заниматься предпринимательством. Честно сказать, до сих пор не ощущаю. Нет такого представления, что я предприниматель. То есть если меня разбуди, наверное, утром и скажи, кто ты, наверное, одно из немногих. И самое последнее скажу, ну я вроде еще и предприниматель. Елутровский острог для Егора Ефимова – место для раздумий. Когда вглядываешься в прошлое, будущее становится понятнее. Слава, мама-то все, что он делал, он делал это с любовью. Ну побуждал, побуждал именно строя фабрику. Допустим, днем, вечером он шел в свою гостиную и там уже, там, наверное, вы поймете аналогию, почему он говорит, там он уже просто, ну может быть, душой отдыхал, может быть, и продвигал. Но все-таки я думаю, что его интерес был не столько, ну, предпринимательский. То есть объединить людей, потому что сам по себе творческий человек, он не может, ну у него же душа открытая. То есть куда он пойдет, вот именно сам Моментов направлял. То есть он организовал выставки, сам творец он не сможет. То есть нужен отдельный организатор, отдельно, наверное, тот человек, который все рисует. Днем он организатор, а рисуют другие. В ближайшее время творчество будет жить отдельной жизнью, потому что впереди большой, увлекательный проект. Конечно, это другая ступень бизнеса, но опять же, про творчество. Мы планируем изменить буквы, сделать их более современным. По желанию жителей нашего города, название мы решили оставить, то есть он будет также юбилейный. На козырьке мы сможем наблюдать название кафе, которое будет располагаться, а также тех детских зон. Мы планируем школу танцев, и все их названия будут располагаться на козырьке. Самое, что интересно, здесь мы собрали всех единомышленников, которому интересен такой комплекс. То есть все предприниматели яутровские. Вот, правда. В этом большом юбилейном сейчас все мысли молодого бизнесмена. Здесь многим будет место и детское кафе, и парикмахерское для самых маленьких, школа йоги, зал для чирлидинга, просторная студия звукозаписи и большой 3D кинотеатр. Но пока это все лишь рухли 1967 года, которую предстоит перекроить по 2016. Егор долго мечтал, что муниципальное здание перейдет к нему в управление. Мечтать оказалось не вредно. Честно, я приходил, просил, говорит, смотрите, у вас есть здание юбилейное, оно, так скажем, не функционирует, и развивать его нет ни у кого заинтересованности. Эту идею, ну так скажем, не приняли, и виска покрутили. Даже друзья говорили, ну да нет, конечно, ну кто тебе отдаст муниципальное здание? Забудь эту идею, это глупая идея, это на грани фантастики. Но грани фантастики оказались вполне реальны, когда опора России объявила конкурс на лучший бизнес-проект. Его план по завоеванию кинокомплекса один из ста. Именно столько было заявок, в итоге стал первым. Я с головой грузился в работу над этим проектом, много работали, смотрели. Ездил высшим специально, смотрел, как у них поставлено, ездил в Тобольск. Спасибо всем, ну, друзьям, которые ездят в этим городах. Они прям показывали, мне знакомили с предпринимателями, которые уже давно в этом деле. Мы ездили в Екатеринбург, спрашивали, как там устроена работа, где брать фильмы, сколько платить за фильмы, что такое там премьерный показ, не премьерный, как вот все вот эти кассовые сборы работают. И, то есть, был проект полностью изучен. Победа в конкурсе, по сути, не давала ничего, лишь хорошую экспертную помощь и возможность доказать Елуторовску. Я могу. И страшно браться, но в Егора поверил наставник, местный руководитель опоры России. Он сказал, дерзай, и этот проект появился вопреки всему. Потом, даже когда я победил, я к нему приходил, говорю, ну, с такими глазами, ну, выиграл, дальше-то что? Но он юридически мне объяснял, вот сейчас вот этот шаг, вот этот шаг, затем вот этот шаг. И с помощью него, то есть, мы вот эти все шаги выполнили. И теперь, видите, сидим, впереди много работ. На самом деле, сейчас это только, может быть, там, 2% пройденного пути. Впереди еще 98%. Он верит, что 40 тысяч населения хотят вместо унылых, неудобных кресел получить уютный кинозал. Год кино для них должен быть с хэппи-эндом. Первые вложения будут миллионов 20. Инвесторами станут трое друзей, и он. Мы планируем киноконцертный зал, то есть, здесь будет мощный концертный. Звук, свет, чтобы могла приехать какая-нибудь звезда, выступить артисты. Тем более, звукоизоляция уже есть и будет для кинотеатра. Ну, и, конечно, здесь будет большой широкоформатный экран. Кстати, он уже есть, если мы посмотрим. Но он предыдущего поколения. Вот он. Видите? Вот он такой. У нас есть. А мы сделаем уже современный. Штор у нас не будет. Будет сразу полотно и, соответственно, сцена. За стенкой мы можем слышать тренировочный такой процесс. Как раз там занимаются танцами. И я считаю, что именно вот эти крики, именно вот эта атмосфера, она и является атмосферой становления личности. Именно в такой атмосфере, наверное, вот эти маленькие из девочек и мальчиков появляются настоящие танцоры. И именно вот в такой атмосфере хочется творить, и мы ее хотим сохранить. И она, ну, является, наверное, моей любимой. Вот просто заводит меня, и хочется ради вот их работать. Как сложно быть предпринимателем, он еще только учится понимать свой принцип, не сдаваться. Егор давно перенес из спорта в бизнес. Все минутку внимания. Самое главное в жонглировании – это руку, не забывая, мы перед гирей. То есть все у нас идет перед гирей. Если мы что-то делаем, мы вот перед. Рука всегда перед будет. Даже если я видишь, бросаю, она все равно меня сопровождает. Вот. Гири появились в жизни Егора в 12 лет. Карьера спортсмена быстро полетела в гору. Выигрывал все областные чемпионаты и попал в сборную России. Два сезона таких жестких тренировок, что вспоминать страшно, но он осознанно и добровольно уступил место другим, более сильным соперникам. Сейчас спорт оставил как отдушину. Это была его первая работа после вуза. Стать тренером по гирьевому спорту оказался единственный шанс найти доход. 9 тысяч рублей в 2011 году – первая зарплата Егора. Биографический клип кажется как раз об этом. А помнишь время, когда наушен был доширак, а на 8 марта подарок лишь в стихах. Забрать, забрать, не отпускать, ведь ты мое. Они сплетни собирают, мы их создаем. Я буду каждый день в клубах наваливать, потом себя оправдывать, а тренировок падать замертво. Картинка из клипа и картинка из жизни. Все слишком тесно переплелось, чтобы отделять музыку, спорт и бизнес. Тренерскую работу он не бросает. Быть хорошим примером – слишком важная часть его жизни. Когда мы что-то делаем, у нас может быть два пути. Или у нас это получается, или у нас этого не получается. Если мы ничего не делаем, у нас, соответственно, остается только один путь. Ничего не получится, потому что мы ничего не делаем. Даже если ничего не получится, я, ну, вряд ли, конечно, будет, можно это вырезать. Но, скажу, я не смог. Мне будет не стыдно, мне будет не страшно, потому что я знаю, что я отдам все силы этому проекту. Я сделаю все возможное, что зависит от меня. Успех – это поставленная цель, ее достижение. Потом смотрим, каким трудом эта цель была достигнута. Если цель, так скажем, оправдывает средства, то значит, ты действительно совершил этот успех, и ты можешь сказать себе «Вау, я это сделал». Те цели, которые мы поставили, они не дают нам пока, так скажем, выдохнуть, потому что всегда в напряжении, всегда в работе. И пока что смотрим только вперед. Говорит, что в бизнесе, как в спорте, иногда поражение полезнее победы. Ведь многое приходится менять и тренироваться с удвоенной силой.